Субтитры делал DimaTorzok 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 Коды ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДианаольABTorzok Яблочко здесь, пшениться, еда, производство, то есть молоточки, да, то есть быстрее у нас какой-то определенный юнит будет расти, есть у нас прогресс города, вот здесь я не особо понял, что именно это значит прогресс города, но я думаю в будущем мы поймем, прах это золото И вот престиж это уровень вашего отношения с другими цивилизациями, то есть здесь дипломатия не просто так, вы поговорили и все. Чтобы принять какую-нибудь определенную политику, вам нужен именно престиж, который растет со временем. Но все это мы увидим со временем. Здесь, в отличие от цивилизации, кстати, не маякует, прежде чем наживать следующий ход, не маякует, что у вас какие-то действия остались. Надо все время следить. И потому, возможно, хорошо, что на одной определенной области вы можете ставить максимум один город. Видите, область захвачена. Здесь город я больше поставить не могу. Но зато у нас здесь показано, что у нас вот тут руины и вот тут руины у нас есть. В соответствии с цивилизацией, руины позволяют нам добыть что-то очень вкусное и халявное. Вот эта постройка, планировщик районов, увеличит нашу территорию. Только именно эта постройка. И со временем я покажу, как она действует. Но в первую очередь, я думаю, построим мемориал. Это стандартная постройка. Строится у нас не так уж и долго. Причем дает очень много всяких, видите, вкусняшек. Наверное, ставим ее и следующий ход нажимаем. А, не можем нажать следующий ход, потому что у нас, во-первых, хорошо, что не нажалось. Во-первых, мы возьмем это войско и сходим сюда. В руинах мы нашли квест. Обыщите не тренутые руины. Так, обыскать руины. Ну, неплохо. Проходим. А, нету этого. И исследование. Дерево технологии здесь выглядит вот так. Мне кажется, оно намного удобнее, чем цивилизации. То есть мы сами сразу... Ну, не знаю. Мне как-то кажется очень удобно. Тем более, у нас здесь есть, наверное, 5 эпох или 5R. 6, извиняюсь. 6 эпох или 6R. Что, соответственно, очень классно. Сразу же у нашей нации, так как она более торговая, изучена имперские монеты. Да, это очень на деньги повлияет хорошо. И здесь видно, видите, хотим мы по военной больше технологии идти, мы изучаем этих технологий. Хотим больше в демографию и в увеличение нашего вообще государства по ресурсам каким-то. Идем в эту технологию. По престижу в эту. И, соответственно, наука и какой-нибудь добыча и металлургия, можно вот так вот выразиться. Тогда идем в эту сторону. Я думаю, стоит сделать себе вот этих касаи. Они довольно мощные, быстрые в передвижении юнит. А после этого, наверное, займемся амбаром и рудниками. Ну, что-то вот как-то мне больше импонирует данная стезя, скажем так. Так, мы нашли еще нетронутые руины. Мне их 3 надо исследовать, нетронутые руины. Это обычные руины, да? А, мне их 5 надо, 5 ходов. А, ага, за 5 ходов мне надо их исследовать. Слушайте, а за 5 ходов я успею вообще не отдойти до них. 5 ходов осталось. Ну, попробуем, попробуем исследовать эти руины. История торговца. Добавлен квест, и мы нашли гильдерусов каких-то. Мы нашли, да? Если мы их покорим, то они нам дадут поступлять урона. То есть, здесь есть вот эти варварские... Кстати, вот это можно уже, наверное, отключить. Сейчас, пока нам не надо. Здесь есть варварские вот такие племена. Но здесь их называют малые фракции. Что они делают? Они находятся на вашей территории и спамят, естественно, вам варваров. Можно и так вот выразиться. Чтобы от них избавиться, можно их либо уничтожить, в зависимости от фракции, за которую вы играете. Либо уничтожить, либо подкупить, либо удобрить всякими выполнениями квестами. Вот что-то подобное будет Beyond the Earth. Вот это круто. Мне вот это понравилось, что они такое замутрили. О, кстати, мы исследовали. И 5 ходов не понадобилось. Да, мы квест выполнили. Хорошо. Надо усмирить еще деревни вокруг, да? Наш новый квест. Окей. А мы исследовали эту? Не хватает ходов, наверное, да? Так, ладненько. Делаем следующий ход, наверное. У нас два жителя, оба стоят на производстве. Могу я одного, допустим, жителя... Ну, давайте, да, на производство его оставим пока. И следующий ход. Так, мы не нашли никакую нацию, но вокруг нас еще есть как минимум три территории. Видите? Вот территория, вот территория, вот... А, еще четвертая сверху. И пятая вот. То есть надо захватывать все-таки территории. Это очень значимо. Ну, и смотреть, какие территории мы захватываем, соответственно. Так, давайте на постройку поставим планировщик. Мы пока не можем ставить. А, можем ставить планировщика. Так, давайте посмотрим, какую лучше отобрать себе территорию. Вот, на отжор города неплохая территория, но... И производство будет. Ну, то отжор города неплохой будет, да? То есть мы можем абсолютно не тратить жителей на отъедание города, но зато будем тратить жителей на все остальное. Я бы захватил вот эту клетку, но, как вы видите, вокруг себя мы захватываем максимум три клетки. То есть идти до той клетки будут довольно долго. Ну, три таких постройки я точно буду идти до той клетки. А стоит ли он... А хотя вообще стоит производство там. Давайте, да, давайте попробуем. Попробуем пробраться до той клетки. Там пять еды и наука. Я думаю, что стоит. Но если кто-то на нас нападать будет, то тогда мы, конечно, просядем. Ладно, строим здесь. А после этого давайте построим еще одного колониста. И видите, вот этой штукой мы раз-два, да? Мы можем переместить наш город, куда захотим. То есть отъели город, переместили в другое место. По идее, оно так, наверное, действует. Я особо не играл за колонистов, но предполагаю, что именно так оно действует. А, сначала усмирить деревню надо. Ладно, тогда пойдем усмирять деревню. У нас всего два войска, но это должно сильно повлиять. У нас есть герой. Вот так он примерно выглядит, наш герой на неком животном, да? Можно носорог назвать его, что-то подобное. У нашего героя есть оружие и есть обмундирование. Кстати, вот не надеты почему-то у него улучшения, которые стоят, кстати, тоже денег. Сейчас, секундочку. Так вот, о чем это я? Ну, героя мы можем обмундировать как захотим. Но со временем, конечно, все это у нас появится. Все оружие, это все в исследованиях. Сейчас даже покажу, что это у нас тут такое. Кстати, а сколько у нас это оружие? 9 на юнита, плюс 9 на юнита и плюс 1, это инициатива такая, молния, то есть более инициативная. Мощная атака в упор. Плюс 1. А это у нас плюс 9 на юнита, плюс 15 на юнита. Так это покруче, да? Убийство летунов. Ну, я думаю, это двуручное, по всей видимости, да. Это двуручное оружие, да. Что круче? 4 на юнита в обороне. Наверное, все-таки лучше одноручное что-то одеть, да. И 58, как видите, нам это будет стоить. Кстати, пока мы... И эту данную штуку мы могли сделать только на нашей территории. Вот вы видите, мы поднимаем нашу территорию Юстэ. Так город, кстати, называется Юстэ. От территории название города влияет. Мы не можем переименовать, насколько я понял. Наша территория золотенькая, остальные все вот такие коричневенькие. Нам их надо, соответственно, захватить. Вот, тут все показано. Кстати, пока мы сильно не углубились в процесс, надо изменить наших вот дервишей. Мы нажимаем на дервишей, нажимаем изменить. И, соответственно, видите, они с оружием и с щитом. Все, они голенькие такие. Нам надо из них сделать более мощных воинов. Они будут у нас, как вы видите, по производству делаться чуть-чуть дольше, но они будут намного мощнее. Но я считаю, это все равно намного круче. И умения мы им даем, наверное, видимости. То есть, плюс один, это не они становятся видимыми лучше, а они плюс на одну клетку лучше видят. Что тоже очень классно. Или движение. Ну, давайте лучше им, наверное, движение кидем. Вот. И принять. Все последующие, видите, они стали дервиши-2. Все последующие юниты, которые мы будем клепать в своей столице, под названием дервиши-2, будут улучшенные. То есть, не знаю, это круто. Как я считаю. И мы их давайте поставим на исследование тоже. Вот, после колонистов. И давайте нападем, усмирим на нашу деревню. Рядышком. Мы можем только на нее нападать. Видите, зелененькая, это то, какая моя мощь. У них нет героев, он у меня есть. И тем более, у меня герой немножечко прокачанный. Здесь бои можно самостоятельно, подобие, наверное, Мидвилл Тоталвар. Свои бои самостоятельно проводить. Но для, наверное, записи я буду их проводить в автоматическом режиме. Мы можем наступать, можем обороняться или удерживать позицию. Все это очень значимо во время боя. То есть, если вы видите, что превозмогающий ваш враг перед вами стоит, то лучше, наверное, в оборону стоит, да? Логично же, а не нападать на него. Ну и, соответственно, так, бой проведем. Вот, он уничтожился. А у нас чуть-чуть наши дервиши пострадали, как мы видим. И герой тоже, видите, немножечко пострадал. Закрываем ход. И у нас герой прокачался. Герой качается не только от боев. У нас второй уровень. Давайте на руины возьмем ему. Или что у нас еще на территории с аномалиями? Да, тут вместо редких ресурсов здесь есть что-то подобие аномалий. А это что? Движение плюс один. Интересно. Нет, давайте на руины возьмем все-таки. Наш герой качается не только от боев. Он еще и качается от ходьбы. От просто ходьбы, что самое интересное. Видите, мы уничтожили лагерь. Мы можем его теперь поработить, грубо говоря. Вот, нажимаем. И только после того, как он изучится, мы сможем им взаимодействовать. Сейчас посмотрим, подействовало ли это. Или нам надо где-то на этой территории, возможно, уничтожить лагерь. Но, в любом случае, этот лагерь надо было и уничтожить. Еще и этот тоже. Со временем, чуть попозже, мы уничтожим и его. Ходим дальше. Вот. Касаи у нас исследовались. Это замечательно. Теперь мы должны исследовать другие. А, ну, у нас в автомате стоит. Так что, переживать по этому поводу не будем. Так, проходим дальше. Ага, все деревни в этом районе имеются в виду. Окей. Исследуем. Нашли новую фракцию. Малую фракцию. Умертие. Умертвие. Очень странная фракция. Но, тем не менее. И мы нашли еще дни руины. Замечательно. Мы их возьмем чуть попозже. После того, как все изучим. Так, хорошо. Следующий ход. И тут много, много, на самом деле, очень много всего, чего можно изучать. И познавать со временем каждый, каждый ход. У нас три жителя. Оба стоят на производстве. То есть, соответственно, четвертый житель. У нас появится четыре хода. Это круто. Это круто. Это мощно. Я бы даже так выразился. Мне безумно радует, как здесь туман войны пропадает. Вот, смотрите. Проходим. И ландшафт тоже меняется так. Красиво все. Здесь поля. Поиск. И мы нашли 15 престижа. Награда за нахождение 15 престижа. Неплохо так. И нашли... Вот. Малую фракцию Эриксы. Если мы их поработим, они нам плюс... Они станут нам доступны в войске. Мы сможем их изучать в городе. И плюс... Кстати, болота, я на самом деле помню, что они очень чем-то вкусные. Ну да, они и производство, и деньги дают. То есть... Надо искать, где поставить еще город. Второй город. Я вот задумываюсь где-нибудь опять-таки с большим производством и с едой. Чтобы не заморачиваться по поводу еды. И не заморачиваться по поводу производства. Вот здесь на лугах много плюс 3 еды. Но просто плюс 3 еды. Это, конечно, по-нищебродски. Вот здесь можно было бы на берегу. Здесь у нас 4 производства. Здесь производство. И здесь много еды. То есть куда-нибудь сюда распространиться попозже. Но опять-таки это все. То есть всего 2 производства в городе. Можно было бы жителей на город пускать. На производство. То есть мы посмотрим. Желательно, конечно же, очень сильно желательно поставить города не особо далеко друг от друга. Чтобы быстрее передвигаться и так далее. И очень много значит, допустим, водные массивы, реки и... И океаны. Насколько в военной политике это значит, я не особо разобрался. То есть, конечно же, по горам, по лесам сложнее ходить воинам. Но в мощи я, честно говоря, не особо понял. Есть ли какой-то плюс или минус. Но, допустим, улучшения в городе. Дальше по исследованиям у нас будут, я, честно говоря, не помню где. Но будут такие улучшения, которые дают, допустим, городу с клеткой на воде, с клеткой на реке. Или просто с водным массивом в виде океана. Дают больше золота, больше еды и так далее и тому подобное. То есть это тоже довольно значимое. У нас, опять-таки, превосходящее число. И мы автоматом бьем и уничтожаем все. Порабощенный народ. Разграбленный. Мы возвращаемся к этим руинам. И, по идее, сможем их в следующем ходу забрать. Кстати, вот эта клетка, по идее, много еды дает. Вот сейчас посмотрим. Да, опять еды. Довольно много. И производство. Смысл есть где-нибудь рядом с ней ставить город. Но мы так просядем по науке. Вы заметили, что мы с наукой очень и очень как-то печально все обходимся. Так, у нас тут что? У нас тут ничего. Ничего нового мы пока не исследуем. Ладненько. И следующий ход. Через один ход у нас увеличится наша территория. Вы-то видите, мы захватим диких зверей. И захватим вот эту клетку с морозным лесом. У нас показано, что наши дервиши, да, выросли в уровне. И, соответственно, даже когда мы ходим, потихонечку они лечатся. Что, конечно же, очень-очень круто и классно. Так, назад уйдем. И следующий ход нажмем. Все. Со следующим ходом, видите, эта клетка увеличилась. И теперь дает, как вы видите, нам больше еды. Вот. Ага. Давайте одного жителя. Одного жителя. Нет, мало одного. О. На еду у нас что-то плохо с едой. У нас что-то плохо с едой. Минус 30 за модификаторы. Из-за того, что мы модифицировали, у нас пропала еда. То есть жители почти что не растут. Чуть попозже, наверное, займемся тем, что как-то... Попробуем. То есть, по идее, это должно давать плюс. Еди, а оно нам не особо-таки дает в плюс. Ладно. Может, стоит пока перенести всех в производство. Три хода на колониста, чтобы сделать себе следующий город. Так. Поиск. Как не всех? На этой территории... Или вот здесь где-то? Блин, тут еще где-то есть город. А, тут оно, возможно, даже куда-то уходит. Блин, там еще есть поселение какое-то. На этой же территории имеется в виду? На этой территории я здесь уничтожил. Это к этой территории абсолютно не относится. Что-то как-то неаккуратненько тут все вот это сделано. Это печально. Ну ничего, у нас колонист скоро появится. И надо думать, где его поставить. Так, амбары у нас исследовались. Открывается следующая технология. Так, проходим дальше. И вот. Так и знал, что где-то рядышком. У нас здесь есть что-то подобное, как в СССР было пятилетка. Что-то подобное и здесь у нас есть. Какой план у нас на определенное количество ходов в игре для нашего государства. Мы можем на строительство войск уменьшение количества времени тратить. На производство в городе. На видимость юнитов. То есть наши юниты на две клетки дальше будут видеть. И, соответственно, на золото. Я считаю, что лучше на производство юнитов, потому что мы сейчас строим и колонисты, и потом еще войска чуть-чуть больше будем строить. И все это, конечно, зависит от нашего престижа. Видите, у нас всего 16 очков. А чтобы получить больше, 20 надо и так далее. Принимаем. И все это мы, кстати, можем изменить в любое время вот здесь вот. Изменить, видите? Мы можем. Деньгами у нас вроде бы все хорошо. Мы можем выкупать заранее клетки. И самое интересное, что мы никого из наших соседей еще пока не увидели. Никто из соседей не закупил данную, так сказать, не захватил данную территорию. Через два хода у нас исследуется новый. И у нас, да, у нас до сих пор три жителя всего. Ну, ладненько. Пока займемся не жителями, а именно нашими колонистами и так далее. Юнитами непосредственно. Так, спускаемся и уничтожаем вот этот лагерь. Я думаю, жизни наших дервишей и так далее хватит. Да, они мощнее и плетевидные создания будут порабощены. Все, мы их уничтожили и почти что уничтожили одних наших дервишей. Я думаю, кстати, повысился, да, нам дали квест. И повысился уровень нашего героя. Давайте с руин еще возьмем. Прикольно. Да, у нас там есть недовольство, кстати. А это что у нас делает? Опыт заход. Опыт тоже неплохо. Может, этот возьмем. Опыт заход. Видите, плюс один опыт заход. Просто за то, что будем ходить, нам будут давать опыт. Прикольно. Закрываем, берем опыт заход и идем вот сюда. Так что есть смысл передвигать нашу армию туда-сюда. Даже если она у вас просто ни к чем нас стоит, это очень-очень плохо. Так, недовольство нейтральное. У нас 50% к нашему владению, грубо говоря, да. И следует сегодня у нас колонист один ход. И мы его, наверное, куда поведем? Сейчас давайте посмотрим, куда мы его поведем. Я вот думал сюда куда-то повезти, но здесь практически нету производства в городе. И я уже подзадумывался. Может быть, это и не стоит. Если мы где-то здесь поставим, то у нас будет и 3 еды. И опять-таки то же самое практически, что здесь. Производство будет поменьше. Нет, все-таки, наверное, где-то здесь надо ставить. Потому что здесь вкупе производства больше, чем здесь. Всего 6 будет. А тут в округе у нас достаточно много есть куда идти, да. Плюс здесь будет у нас еда. Кстати, надо не забывать, что здесь есть, как в сравнении Midwell Total War, смена времен года, что очень сильно важно. Смена времен года очень сильно усложняет передвижение, развитие вашего народа, грубо говоря, да. И во время зимы та клетка, которая давала одну еду, будет давать 0 еды. Что очень-очень плохо. Итак, у нас появился колонист. Самого его опасно пускать, но у нас другого выбора попросту нет. Берем колониста и почему-то он не хочет у нас выходить из города. Вот, вышел у нас из города. Отправлено сюда. Можно объединить, кстати. Теперь их трое, как вы видите. И все, следующим ходом они пойдут, наверное, куда-то сюда. Тут поставлю где-то город. Это не так уж и далеко от нашего, нашей столицы. И, я думаю, стоит его стоять где-то здесь именно. Потому что там, может, и хорошо, но большого бонуса от того, что мы город поставим на воде, я не вижу и не видел ранее, по крайней мере, да. Так, мы нашли новую империю. Ага. Холодная война. Всегда вы будете находиться с ними в холодной войне до того, как не заключите мир или так далее. Они бесстрашные, да. Как ваше будет, кажется, светлое. То есть, где-то они захватили территорию или где-то они рядышком. Или просто я их войско где-то увидел. Я, на самом деле, даже без понятия, где я их мог увидеть. Может, они где-то промелькнули просто мимо нас. Ладненько. Итак, мы задумались о постройке третьего, второго города. Третьего. Уже захотел третий город себе. Второго города. Я подумывал здесь. Да? Я подумал здесь, ибо здесь пищи больше. Возле реки всегда плюс три еды. Видите? Возле реки больше еды. Да. И плюс... У нас тут доступ будет хотя бы к производству. К исследованию, грубо говоря, да? К науке. Можно так вот выразиться по слову, по понятиям цивилизации. И это круто. Ставим тут город. И он будет едать себя. И неплохо все скажется. Так, ставим город. Видите, мы можем где хотим поставить. Соответственно, видите, допустим, здесь я поставлю нормально. Если я здесь поставлю, мы не захватим уже вот эту клетку. Мы захватим именно только эти клетки. Ладно, ставим здесь город. И захватили, наверное, 16 еды. Давай на производство два хода. Все-таки производство лучше. И порабощаем эти две деревни. Они нам, по идее, золото должны за это давать и так далее и тому подобное. А мы тем временем исследуем этот курган. Так, задание исследовали, да? Задание исполнили. У нас новый квест появился. Производство 40 единиц. Ага. 10 ходов, 40 единиц производства нам нужно произведить. Так, а сколько мы там уже на самом деле записывали? Оп. Когда сворачиваешь игру, она обратно вот так вот. Исследование. Захватили мы две территории. Как вы видите, два города всего лишь у нас. Но, тем не менее, развитие у нас потихонечку идет. Судя по всему, это очень-очень здорово. Продолжим мы в следующей серии. Захватим и другие последующие города. Другие последующие территории рядом стоящие. И посмотрим, как мы будем развиваться здесь в будущем. Огромнейшее всем вам спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик. Если вы впервые на нем, только на нашем канале, то, конечно же, подписывайтесь на нем. На нем много всего интересного. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь в группу ВКонтакте и в группу в Стиме. А всем удачи, до скорого и думайте стратегически и развивайтесь.